Эстония и Латвия Эстония и Латвия Эстония и Латвия Эстония и Латвия Ломами ломали кости рук и ног. К сожалению, это правда. Копытка называется балет. Перед вами стоит человек, который знает Библию, Коран и разбирается в буддизме, католицизме. Человек истерзан. Избит. Страшные боли и на подсознании мечта только умереть. Это еще не все. Снимает увы, петля на шее, подтягивает в голову. Ихизнь-то, ребята, продолжается. Едва российские школьники успели привыкнуть к разговорам о важном и дать им показательное прозвище РОВ, как в учебную программу ввели новые уроки мужества. Школьникам всех возрастов не только корректируют знания о войне в Украине, но и дают понять, то, что происходит сейчас, это как Великая Отечественная война. А сама Великая Отечественная война, это совсем не то, что вы себе раньше думали. Невероятно, но фашизм возродили уже в наши дни на территории Украины. Объектом ненависти был выбран российский народ. США, Великобритания и их союзники создали из Украины антироссию для разрушения и уничтожения не только нашей страны, но и всего славянского мира. Современные герои встанут в один ряд со своими дедами, защитившими Родину в Великую Отечественную войну. Их подвиги навечно войдут в историю побед нашей армии. Первая такая мини-лекция историческая, такая очень привычная пропагандистская конвея о том, что была Вторая мировая война, в которой половина Европы воевала против нас, а вторая половина Европы сдалась за пять минут, за пять часов или за пять недель. И советский солдат победил нацизм. И вот он возрождается на Украине, и снова российский солдат защищает Европу от нацизма. Почему-то с такими оголтелыми рисунками, вот каких-то киевских маршей, там, с заблюденными свастиками и так далее. Вот примечательные цитаты из новой методички. Посмотрите. 135 дней шли бои за Мамаев Курган, а Бельгию взяли всего за 18 дней, а Голландию и вовсе за пять. Целых четыре страны немцы успели захватить за меньший срок, чем русские обороняли Мамаев Курган. Нарицо превосходство советского человека над каким-то там европейцем. Давай, держи акулу, дайте щечку. Своих не бросаем, молодец. Когда у меня возник конфликт еще, уже получается, много лет назад с господином Бегловым, который является петербургией ставленником Гуличука, я даже не знал просто откуда этот бред несется. Когда он на правительстве говорил о том, что Ленинград во время блокады осаждал чуть ли не армию Евросоюза, этот бред тогда оказался чудовищным. Но сегодня этот бред стал реальностью. Они полностью перебисывают историю, как им удобно. На самом деле уроки мужества были в школах и раньше, но преимущественно ближе к Дню Победы или 23 февраля. В этом году их решили передвинуть на начало учебного года. Почему так? Возможно, потому что кто-то Министерства образования ослышался и неправильно понял приказ провести урок музыки, а не мужества. Хотя более перспективной выглядит версия профсоюза Альянс Учителей. По идее на сегодня был запланирован урок День Музыки, в материалах которого впервые с начала учебного года не было никакой пропаганды вообще. И мы не успели обрадоваться, как они стали где-то заменять этот урок День Музыки, уроком мужества, где-то давать вторым днеурочным уроком. Я думаю, что такое просто ситуативное, в ручном управлении ситуативно решать, что вот сейчас как-то рассказывать об успехах не очень удобно, потому что успехов на фронте особых нет. Письма солдатам – это неотъемлемая часть каждого урока мужества. Согласно методическим планам, на это отводится значительная часть урока. Предварительно подготовленный ученик должен написать воину добрые слова, пожелать победы и ни в коем случае не писать про то, что убивать – это плохо, а причинять зло нельзя. За это уже влетело одному школьнику с Урала. Родители-активисты от такой инициативы Минобразования в шоке. Родитель как минимум должен знать, кому пишет письма его ребенок. Ну, это же очевидно. Ну, то есть это могут выдать каким-то благовидным предлогам, что это ничего особенного, там ребенок просто пожелает какие-то добрые слова этому человеку. Ну, нужно понимать, что это чужой человек, и родитель банально может быть просто против того, чтобы ребенок, ну, какие-то такие даже потенциальные контакты имел с каким-то странным чужим человеком. В официальных донесениях СМИ упор делается на то, что школьникам по большей части рассказывают о доблести советских людей в самый героический период Великой Отечественной войны. Но даже эти страницы истории преподаватели умудряются извратить. На уроках мужества школьникам теперь рассказывают о том, что СССР воевал не просто с фашистской Германией, а со всей объединенной Европой. Намек, как мне сложно понять, на современность. Один из слайдов презентации так и называется. Украина как инструмент разрушения России. Тут уж совсем без намеков. Их концепция, что это на нас напали. Их концепция такая, мы обороняемся. Наша специальная военная операция, будь она проклята, она же ведь для чего? Для того, чтобы защитить страну. Потому что если бы не мы, то на нас. И в этом смысле они сейчас пытаются представить весь этот ужас и все это чудовищное преступление, связанное с агрессией против Украины, как оборонительную операцию. В войне за пропаганду на уроках школа прогрессирует гораздо лучше, чем армия России прогрессирует на фронтах Украины. Если в начале учебного года родители знали, что в школах будут разговоры о важном и успели подыскать возможности для того, чтобы школьники туда не попали, то теперь уроки мужества ставят внезапно. Некоторые родители узнали о том, что их детей напичкали пропагандой уже постфактум, после того, как те вернулись из школы. Профсоюз учителей напоминает, чтобы отказаться от этих уроков, достаточно всего лишь написать заявление на имя директора школы. Мы советуем родителям писать заявление об освобождении ребенка от этих занятий, чтобы какое-то возможное давление, претензии были адресованы не в сторону детей, а в сторону родителей. Пропагандисты в российских школах действуют не только с помощью исторических параллелей. Так, в Краснодарском крае детям в качестве примера для подражания перевели настоящего преступника, деятеля из ЧВК «Вагнер». В других городах школьникам показывают видео с войны, устраивают сборы помощи солдатам. Политик и учитель Максим Резник уверен, самые реальные учителя-пропагандисты еще будут привлечены к ответу за то, что вдалбливали в головы детям аморальные и абсурдные вещи. Для каждого это выбор очень серьезный, потому что в войне с фашизмом и в битве добра со злом нет серых зон. Каждый должен делать выбор. Учительское сообщество и так в России себя сильно дискредитировало участием в фальсификациях. Но если оно сегодня повально будет участвовать в насилии над детьми, то надо понимать, что наказание будет неотвратимо, неизбежно и скоро. Россия! Россия! Путин вичеринь! Путин вичеринь! Путин вичеринь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова